Добрый вечер, сэр. Я благодарю вас за вашу лекцию о цели жизни, которую вы провели сегодня. И вы провели суры и аяты из Корана. Сура 1788 говорит, если бы люди и джины объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им. Но 107-я страница 6-го тома «История о Тобаре» и 1-й том, часть 1-я и 2-я, страницы 236-239 ибн Исхака, китабы о Таба-Кот-эль-Кабир и биография посланника Аллаха, страница 165-167 ибн Исхам говорит, «Там говорится, что Мухаммад был вдохновлен сатаной и говорил о трех богах лати, узи и манате, говоря, что их свидетельство желанно». И спустя некоторое время он получил откровение от ангела Джибрилля, что эти стихи были не от Аллаха, а были вдохновлены сатаной. И мой вопрос в том, что этот инцидент имеет несколько последствий. Вызов Корана с приведением суры, подобные этому Корану, и на самом деле эти аяты были приняты во времена пророка Мухаммада, это правильно? Что в свою очередь приводит к выводу, является ли остальная часть Корана от Аллаха или нет. Брат, как тебя зовут? Я Дэниел, я студент, я изучаю книги. Брат Дэниел задал очень хороший вопрос. Он процитировал 17-ю суру Исра, 88-й аят, который говорит, если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, этого не удалось бы им. И это также повторяется в 52-й суре Ат-Тур в 34-м аяте, просто чтобы дополнить твои слова. Я привожу тебе больше ссылок. И он задает вопрос, цитируя Ат-Тобари и так далее, что есть стих в Коране, который был от сатаны. Может быть, ты неправильно прочитал. Но это было утверждение, что люди сказали, что эти слова из Корана исходят от сатаны. И после этого сразу же пришло откровение в 56-й суре Алюака, от 77-го по 80-й аяты, в которых говорится, «Воистину, это благородный Коран, находящийся в хранимом Писании. К нему прикасаются только очищенные. Он не спослан Господом миров». Этот аят пришел, чтобы сказать, что никто не может прикоснуться к Корану в ляухи-ль-махфуз, в скрижалиях. «Илляль-мутахарин», кроме очищенных, которыми являются чистые ангелы, указывая на то, что шайтаны не могут приблизиться к Корану. Поэтому эти аяты были ответом на утверждение мушриков в Мекке, которые сказали, что сатана якобы вдохновил Мухаммаду о языческих богах. В ответ на это в Коране есть много различных аятов. Коран говорит в 4-й суре Аниса в 82-м аяте. «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. И кроме этого, пожалуйста, брат, позволь мне ответить. И кроме этого, то, что ты упомянул, Аллах бросает вызов. Если ты говоришь, что это от сатаны, в 52-й суре Ат-Тур в 34-м аяте и в 17-й суре Исра в 88-м аяте говорится, «Если бы люди и джины объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, то этого не удалось бы им». И после этого Аллах облегчил задачу. Аллах говорит в 11-й суре Ахуд в 13-м аяте. «Я даю тебе больше материала для атаки». Аллах говорит в 11-й суре Ахуд в 13-м аяте. «Принесите 10 вымышленных сур, подобных этим. И призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду». И затем Аллах облегчает задачу. «Брат, ты хочешь слушать ответ или нет?» «Продолжайте, пожалуйста». «Продолжайте». «Пожалуйста, продолжайте». «После этого я хотел бы добавить кое-что». «Брат, это не время дебатов». «Нет, сэр. Это время для ответов на вопросы». «Ты закончил свой вопрос». «Твоя очередь проходит». «Теперь послушай мой ответ». «Я должен добавить вопрос, тогда вы дадите ответ, который будет легче понять». «Но почему ты не добавил его вначале?» «Потому что сейчас вы рассказываете что-то новое. Поэтому я должен обновить вопрос». «Тогда встань в очередь и заново задай свой вопрос». «Нет проблем». «Иди в очередь, ты можешь добавить». «Вы должны дать мне». «Я помогаю тебе». «Простите, сэр. Можете продолжать». «Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми». «И кроме того, Аллах облегчает задачу ещё больше». Аллах говорит в 10-й суре Юнус в 38-м аяте. «Сочините хотя бы одну суру, подобную Корану». «И также Аллах говорит в суре Аль-Бақра в 23-м 24-м аяте. «Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спослали нашему рабу, то сочините одну подобную суру, похожую суру, не аналогичную, а похожую. и призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы говорите правду. «Если же вы этого не сделаете, а ведь вы никогда этого не сделаете, то побойтесь огня, растопкой которого являются люди и камни. Он уготован для неверующих». Это вызов. Это постоянный вызов. Многие люди пытались создать суру, подобную Корану. Но они с треском провалились. Потому что язык Корана настолько божественный и настолько чист. Не то, чтобы люди не пробовали. Но когда был неспослан Коран, арабский язык был на пике. Арабский язык был на своём пике. Арабы гордились своим языком. Аллах бросает им вызов. «Я неспослал Коран на вашем языке». Попробуйте сочинить хотя бы одну суру, похожую суру, не идентичную. И некоторые суры из Корана едва ли состоят из трёх аятов. Едва ли из десяти слов. Многие люди пытались. Они с треском провалились. Если вы думаете, что это от кого-то, кроме Аллаха, то попытайтесь создать суру. Это вызов, который никто не смог осуществить. И ты не сможешь этого сделать. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум.